Переселенцы из Донбасса захватили заброшенный интернат в селе Фонтанка и отдавать его без боя не собираются. За три дня пребывания там к ним уже трижды наведывались правоохранители. Но люди говорят, идти им некуда. 45 человек, в основном это инвалиды, готовы возродить и облагородить бывшее спецучреждение. Напомню, Фонтанский интернат для трудных детей прекратил свое существование в 2013 году. Это сопровождалось скандалом. Руководство обвинили в использовании детского труда и избиении своих подопечных. Как обживают заброшенную школу, знает Анна Городенцева. Пока часть людей на работе, в новом доме убирает Ирина. Сегодня она дежурная. Помогает ей в этом дочь Настенька. Девочка с особенностями развития. Нам деваться некуда. У нас вариант или тут быть, или на улице. Езжать в борщи я не могу со своим ребенком. Мы состоим на учете у психиатра. У нас приступы эпилепсии. Нам мы можем из приступа не выйти, а ехать только в реанимацию. Это может случиться в любой момент. И элементарно с борщей мы сюда просто не успеем доехать. Особенно по той грунтовой дороге, которая там. Люди понимают, здесь они на птичьих правах. Раньше эта группа переселенцев жила в санатории «Хуяльник». Но когда руководство поставило вопрос ребром, пришлось выбирать. Либо возвращаться в горячую точку, либо искать другие пути. Это мебель, которую мы смогли найти в школе. То, что осталось от школы, стульчики. Это все люди. Здесь наша сетка, кровати сеточные. Но у нас большая часть инвалидов. То есть, если ты садишься или ложишься, ты фактически просто проваливаешься. Это у кого ДЦП, кто колясочники, ему очень неудобно. То есть, большая просьба именно в кроватях деревянных. Потому что хотя бы такие вот. И матрасы. Потому что матрасы просто в ужасном состоянии. Вчера на сессии оба совета отчиталась директор департамента соцзащиты Татьяна Кривая. По ее данным, у переселенцев, которые жили в «Хуяльнике», все в порядке. Нашумевшая история с «Хуяльником» и с «Энетатой». Было предусмотрено 2 миллиона из областного бюджета на материальную помощь и поддержку для санитарно-здоровительных учреждений. Которые использованы в полном объеме. На сегодняшний момент все переселенцы расселены. В «Хуяльнике» осталось порядка 20 человек, которые мы на этой, либо на следующей неделе перевозим уже в борщи. Все довольны, все хорошо, без сбоев и без проблем. Люди говорят, не думали, что когда-то придется захватывать территорию. Заброшенную школу-интернат им посоветовали сами местные. Каждый день к ним наведывается полиция и представители Министерства образования. Милиция уже третий раз. Вот мы опросы, я давала уже два раза показания. Да, почему мы приехали, как мы сюда попали. То есть на всех дела нас позаводили, все, которые сюда попали. То есть палками не выгоняют, но постоянно проверки за проверками, приезжают одни за другими, как бы так весело. Скучать не приходится. ДЦП, психиатрия, эпилепсия, вот такие вот, онкология, вот такие вот, ну, все инвалидные категории, которые были привезены волонтерами в санатории в Одессе. Ну, а теперь просто их выгоняют на улицу. На кухне тоже дежурство. Здесь непростая задача – приготовить обед без воды. Благо, электричество есть. Честно сказать, очень тяжело. Условия минимальные, воды нету. Ну, как-то выживаем. Как думаете, удастся здесь остаться? Ну, хотелось бы хотя бы на время военных действий, пока это все это не прекратится. Потому что нам идти некуда. Преселенцы готовы жить в заброшенном здании без тепла и воды. Со временем попытаются все самостоятельно привести в порядок, благоустроить. Знают, здание государственное. Понимают, участки в курортной зоне так просто не отдают. Обещают уехать, как только у них дома прекратится война. Анна Городенцева, Денис Рудь, Телеканал Репортер.